появилась свежая монетка банка италии посвященная так если вот все по порядку и как положено то звучать это будет вот так вот страна итальянская республика номинал 2 евро 26 июня 2015 года выпустила вот такую монетку биметаллическую наружное кольцо медно-никелю внутренняя часть трехслойный цинк медь никель диаметр 25,75 миллиметра масса восемь с половиной грамм тираж три с половиной миллиона художник сильвия петра си гурт рифленый с цифрами 2 выпустила это государственный полиграфический институт и монетный двор италии монетка посвящена 750-летию данте алигери это один из самых самых знаменитых итальянских поэтов происходил из старинного дворянского рода точно дата рождения данте не установлена считается что на свет появился он в мае и июне 1265 года во флоренции об образовании данте также немного известно очевидно он получил хорошее воспитание поэтому поражал современников необыкновенной осведомленностью данте читал все подряд его кумирами из поэтов был вергилий который вскоре стал его вождем господином учителем он овладел французскими провансальскими языками стал поглощать сказания минувших великих исторических событиях в рифмованных французских эциклопедиях и дидактических поэмах находил знаний которые не мог приобрести в школе вот платоническая любовь флорентики биатрича имела для него загадочный смысл он наполнил ею каждый миг своей жизни его и и идеализированный образ занимает особое место в поэзии данте посвятить биатричи свой первый сонет анданте по обычаям того времени послал его другим поэтам и с этого времени завязывается и дружба с гвидо ковалька канти чина де постоя и лапо джанни вот в целом ряде сонетов и концон данте воспевал свою возлюбленную улучшая свой политический поэтический стиль однако вот когда в 1290 году биатричи совершенно еще молодая скончалась данте собрал ряд своих стихотворений в сборник названы новая жизнь каждому стихотворение входящие в эту книжку 24 сонета 5 концон и 1 баллада прилагалось пояснением данте активно принимал участие в общественной жизни флоренции примкнув к партии белых гвельфов главным образом представлявших торгово-ремесленные круги в 1301 году после победы черных гвельфов партии городского дворянца поэт был заочно приговорен к сожжению с конфискации имущества позже отошел от белых и стал по его выражение сам себе партии спасаясь от сурового приговора ему пришлось навсегда покинуть родной город он был приговорен к смерти вторично в 1315 году в 1302 флорентийские власти постановили что данте грозит казнь если она смелится появиться в городе не выплатив наложен наложенного на него штрафа в размере 5000 флоринов вот с тех пор данте на протяжении 19 лет жил и вел жизнь скитальца именно на данный период пришелся пик его литературного творчества поначалу он попал в верону затем в луке и падуи междуусобная борьба во флоренции войны между итальянскими городами интриги папской курьи падение морального авторитета церкви личный опыт изгнания которым пришлось транспорт почти по всей стране осознание единстве итальянской нации все это привело данных знакомств с германским императором генрихом седьмым с ним поэт встретился в 1313 году когда император приезжал в рим данте видел в генрихе миротворца приемника римской империи которым предназначено на возродить италию но вот однако же смерть императора пережигнул все надежды данте в политическом трактате о монархии 1312 13 готов на латинском языке данте защищает идеал всемирной монархии как государство которое должно обеспечить земной благополучие людей в 1316 году данте поселился в равенне куда его пригласил сеньор города гвидоды полента летом 1320 года как как посол правителя равена отправился в вене для заключения мира с республики святого марка возвращаясь домой между берегами адрии и болотами по данте заболел мари и малярии и умер в ночь с 13 на 14 сентября 1321 года данте был похоронен в равенне ныне сохранившийся гробни то относится к более позднему времени сегодня его могила является местом паломничества миллионов туристов вершина творчества данте поэма комедия названная джованни бакаччо божественной по-видимому на счета в 1307 завершена в 1321 годах вот первые печатные издания в 1472 году в трех частях от чистилища рай данте описывает свое путешествие к богу спутником данте выступает римский поэт вергилий дальше данте сопровождает биатрище символизирующая божью милость произведение является истинной энциклопедии средневековья данте сделал большой вклад в развитие итальянской литературы считается первым великим поэтом пишет писавшим по-итальянски поэтому получил прозвище наивысший поэт а также вестник заподняйте итальянского языка с уровня вульгарной простой его называют также отцом итальянского языка его главное произведение божественной комедии величайшая поэма в итальянской литературе творчество данте оказалось большое влияние на развитие литературы его произведение перейдены на многие языки мира в том числе на русский ну что ж на этом пожалуй все спасибо за внимание до свидания